Игорь Николаевич, сердечно вас приветствую. Я пригласил Вадима Мехтиева, потому что он задал там вопрос и просил меня передать к вам. Ну, такой содержательный человек, он и письмо писал в администрацию президента, за вас хлопотал. Вадим, скажите Игору Николаевичу, какой ответ там получили? Ну, во-первых, рад вас приветствовать, лично видеть, ну, по крайней мере, через Zoom тоже. Игорь Николаевич, здравствуйте, приветствую. В первую очередь, здоровья хочу вам пожелать, чтобы вы в жизни видели, я каждый раз в комментариях пишу одно и то же, чтобы вы в жизни видели реализацию вашей идеи ИРТ в жизни, чтобы наконец-то это все двинулось. Это очень важно, я это все прекрасно понимаю. Соответственно, ну, я не знаю, вам передали письмо или нет, надеюсь, что да. Да, писал и Михалкову, Никите Сергеевичу Михалкову, то, чтобы он передачу сделал с привлечением вас, чтобы вот на тему ИРТ сделали, ну, на тему непосредственно энергетического кризиса, чтобы сделали передачу. Ну, к сожалению, ответа не дождался. Но я понимаю, почему. Ставят и на него тоже сильно. Вот. Ну, решил поддержать и написать Владимиру Владимировичу Путину, соответственно, аналогичное письмо, так уже с текстом, который вот у Хасая Магомедовича в канале было. Ваши тексты, два текста, я их соединил, написал письмо, я думаю, что вы это письмо видели. И ответ, кстати говоря, ответ у меня очень быстро ответили. Правда, мне не очень до конца понравилось, что в администрации президента, понятно, там люди не специалисты. Они отправили письмо, перенаправили в Министерство энергетики, собственно говоря. И оттуда вы уже письмо, что некоторые товарищи до этого тоже писали, и они от себя снимают ответственность, говорят, что автор изобретения, то есть вы, Игорь Николаевич, должны это внедрить в жизнь сами. И, соответственно, автор должен инициативу проявить для внедрения. Но они не вникли в суть, в чем проблема, что это не проблема Игоря Николаевича, а это проблема чуть ли не вселенского всеземельного уровня Земли, вопрос, это нужно решать. А они, к сожалению, с моей точки зрения, вот как я ответ прочитал с Миниэнерго, достаточно поверхностно отнеслись, но подтвердили, что люди писали, в том числе и вы, и что это не заброшенность, слава богу. Значит, там есть люди, которые и вас поддерживают, я надеюсь, что и будут не только комментариями, вот да, молодцы, вперед, но еще вот хотя бы элементарно письмом написать, поддержать вас, что я, собственно, и сделал. Вот, поэтому, с моей стороны, то, что могу сделать, я еще тут параллельно письма, тут местным чиновникам тоже пишу, пишу по этому вопросу. Может, кто еще, ну, не один так, второй, может быть, ответит внятно, может быть, как-то вот так пойдет. Я не останавливаюсь, не только Путина, но еще там другие там, людей много. В конце концов, иногда человек думает, что от него может быть польза ноль, а на самом деле может быть и так, что и не угадаешь. Главное вот делать то, что можешь, вот во имя правды, справедливости, тем более, когда, ну, подсказывает внутренняя интуиция, что нужно делать. А мне вам подсказывает, что надо поддерживать, надо вот за благо, за большинство, за народ. Поэтому я с удовольствием буду вас и делаю это, поддерживаю, по крайней мере, тем, чем могу. Много не могу, но писать я точно могу, поэтому я не отстаю. Но у меня, я очень много слушал ваши выступления, последние, наверное, лет шесть. Я до этого изучал концепцию общественной безопасности, вот лекции генерала Константина Павловича Петрова, там, книжки читал про нашу историю. И когда я увидел ваши выступления, и это все сошлось у меня сверху, вот это управление глобальное, банковское, как вы называете их, банкоматом, и у меня вот все сошлось сверху, абсолютно. Поэтому я жду с нетерпением всегда вашего выступления, что же новое Игорь Николаевич скажет. Соответственно, после всех этих выступлений, часть вопросов вам Сосай Магомедович уже задал, но часть остались. В завершении вашего прошлого выступления, в котором он задал один из вопросов, и как раз с этого я предлагаю начать. Если вы не против, я бы задал вам несколько вопросов и с удовольствием послушал бы, что вы на это ответите. Я слушал. Вы говорили, что вот взяли патент, который позволяет создавать никелевые батареи из медиа, которые могут быть источником электроэнергии на 60-70 лет. Если это правда, то что мешает эти же батарейки использовать в авианосцах, в том числе Соединенных Штатов, вместо атомных реакторов на Уран-935 в качестве электроэнергии? А если это возможно, тогда получается авианосный флот США не обнуляется ведь, правильно? Нет, это все безусловно так. Но если эта технология будет запущена, то общая ситуация резко улучшится, потому что пропадет энергетический дефицит. И кроме того, вообще говоря, мощность устройства, которая потребуется для такого крупного судна, как авианосец, там же очень большая мощность. Потому что на килограмм примерно половина ватта на никеле 63. Вот посчитайте мощность авианосца и сколько там потребуется этого материала. А в принципе вопрос, конечно, правильный. Потому что это надо, конечно, смотреть. Это большая политическая проблема. Но я думаю, что если эта технология начнет внедряться, то подавляющее большинство... Ведь это не мгновенно произойдет, наработка такого количества. А ускорители эти приобретут все. А кроме того, сейчас ситуация такова, что Штаты и Европа рухнут уже очень быстро. То есть если бы мы начали работать 30 лет тому назад, и американцы бы не сделали глупость, запретив это дело, и сейчас было бы это распространено, то, скорее всего, вы правы. А сейчас до внедрения этой технологии, широкого внедрения, тоже время потребуется. А политическая ситуация такова, что Штаты и Европа уже долго не протянут. Это я вот после прослушивания выступления вас читал, кстати говоря, вашу книжку, изумительное, вот «Видение философии ненасильственного развития», два раза читал. Это, конечно, не для школьников книжка, прямо скажу, но как минимум человек должен, ну, по крайней мере, первый курс вуза закончить, чтобы понимать до конца, что там написано. Очень хорошая книжка, мне понравилась. Спасибо вам за то, что уже сделали. Когда я почитал, что ваша идея была, и тем более внедрили, что вот сделали наши баллистические ракеты невидимы с помощью плазмы, и что вот эти РЛС буквально были превышены их, скажем так, полезность нулю, тем самым обнулили не только, скажем так, противоракетную оборону вообще всех стран, в том числе Соединенных Штатов. Но у меня возникает в связи с этим вопрос, есть ли такие подобные технологии у американцев, вот точно такие же, или они скопировались с нас, уже зная ваше изобретение? Я знаю, значит, делали штаты это или нет, я просто не знаю. Совсем недавно Китай заявил, что он сделал такие устройства для атмосферных аппаратов. Ну, для дронов, там, для боевых самолетов, это китайцы сделали. О том, что работы велись для боеголовок, кроме наших, я же их вел еще в 60-е и 70-е годы, ну тогда это было под четырьмя буквами. А сейчас это, в общем-то, уже особого смысла не имеет, поскольку, скорее всего, конечно, сделать это абсолютно никаких проблем не составляет. Но войны между крупными странами, ведущими после изобретения ядерного оружия, уже быть не может. Я всегда в этом отношении цитирую, если вы слышали фильм «Фамфан Тюльпан», что великий маршал приказал открыть огонь и закрыть форточки, потому что первый удар по военно-политическим центрам, и великие маршала, они приобретают статус просто обычного быдла. И поэтому таких войн нет. А есть вот такие вот войны, как на Украине, как на Ближнем Востоке. Боеголовки, радионевидимые, они имеют сейчас смысл для таких стран, как страны Ближнего Востока, например, Иран, или, например, Северная Корея. Вот если они это сделают, они ведь элементарно могут нанести тогда удары и по Израилю, и по Японии, и по кому угодно. У них, что называется, не заржавеет. А ведущие страны к таким войнам уже не способны. Я вот когда, и вы в своей книге пишите, что это было в 1975 году, опробировано, даже вы пишите, что испытание когда проводили, и очень быстро вот там заместитель кого-то код поменял, и все там очень хорошо вот показал тот результат, который нужен был. Если у нас с 1975 года есть вот это все, почему же мы, имея в виду Советский Союз, он все-таки владеем передовыми технологиями, вооружениями, везде? Почему мы сдались американцам? Почему? Мне вот это непонятно. Нет, это совершенно понятно, потому что Советский Союз тоже был элитарным государством. А элиту, когда вы перестаете отстреливать, она мгновенно сгнивает. Я работал в Первом ракетном институте, у нас было очень много детей, высокопоставленных деятелей, и, как мы их называли, болотные. Они все стремились на Запад. Ведь в чем смысл существования Советского Союза, я всегда говорю. Его смысл существования был в том, чтобы не мог пройти сценарий золотого миллиарда. О чем вы книга своей тоже пишете? Да, об этом я там пишу. Как только Советский Союз выполнил эту роль, он ликвидировался за счет того, что элита сгнила. Но поскольку Советский Союз выполнил чрезвычайно важную миссию, то эта элита была уничтожена некровавым образом. А вот современные элиты, которые возникли на месте, советские элиты, они будут уничтожаться совершенно жестко, конечно. Вот в чем все дело. Ведь теория Маркса не верна. Изменения происходят не из-за борьбы пролетариата с верхушкой, а из-за изменения технологического этапа развития разума на иррациональное развитие. Это у меня в книге тоже подробно написано. И поэтому роль Советского Союза велика чрезвычайно, но она свелась к одному основному результату. Я всегда повторяю, это не дать реализовать сценарию золотого миллиарда. Потому что если бы не было Советского Союза, западные страны поступили бы так же, как они поступали всегда. Пришли в степь, вырезали всех индейцев и стали там жить. Сейчас же они уже поставили задачу в Давосе ликвидации 4 миллиардов человек. Но это уже не пройдет. Вот в связи с этим, на прошлой передаче вы уже частично ответили на этот вопрос. Я же хотел бы немножко уточнений внести по поводу сроков. Вот, к примеру, действительно, вот осталось углеводородов в России 10-15 лет. Страна Присидского залива, как вы по информации, которую вы в прошлой передаче говорили вместе с Хасаемом Магомедовичем, это 30-40 лет. Но как только туда Индия и Китай пройдет, закончится все мгновенно. Ну, допустим, вот если ничего не менять, мы сценарий знаем, можно сказать, конец света в прямом смысле слова. А вот все-таки, если мешать не будет Соединенные Штаты, переход, внедрение в планетарном масштабе вашей технологии, чтобы с сооружением, соответственно, необходимых тех же генераторов на обратной волне Богомолова, который генератор на обратной волне, насколько я понимаю, называется правильно? Ускоритель. Ускоритель, да. Вот сколько это времени реально может занять? По темпам, которые вы один раз называли два года в России, чтобы это все сделать, темпами Берия в свое время, который возглавлял атомный проект. Ну, сейчас не времена Берия, я думаю, что медленнее будет, а реально сколько это будет занимать по времени? С вашей точки зрения, с точки зрения уже, ну, скажем так, времени и реалии. Допустим, Соединенные Штаты перестали мешать, начали внедрять. Ну, я думаю, если бы мы начали немедленно работать, то начало внедрения началось бы лет через пять, и широкое внедрение, оно бы уже через 10 лет совершенно развернулось, потому что там вопрос просто один. Создать ускоритель Богомолова, и все, дальше все просто. Потому что после этого все переходит на прямое сжигание урана-238 и тория, в котором 90% всех энергетических ресурсов. Причем по известной технологии. Это так называемые HT-реакторы, high temperature reactors. Их некоторые страны строили, в том числе у нас строили. В Китае сейчас один такой реактор есть. Большой опыт в Германии был по строительству этих реакторов. Это, грубо говоря, шаровые твеллы, через которые прокачивается гелий. А в шаровых твеллах имеются вот уран-238 или торий, которые делятся в ядерном каскаде. То есть технологически это гораздо более простая вещь, нежели то, что есть сейчас. И тогда вы будете иметь абсолютный избыток совершенно чистой энергии. Именно электроэнергии, из которой можно будет получить все. И топливо, и все, что хотите. То есть тот же Никель-63 из электричества получается. Воду опроснять, электричество. То есть если бы Ленин правильно сказал, коммунизм есть советская власть, плюс электрификация на сей раз всех стран. Все надо перевести на электроэнергию. Понятно. То есть запас, по сути, получается, что для раскачивания, для мира не так много. Если запас остался на 10-15 лет, а на переход требуется 10, по идее, вот это думание верхов, этих кошельков, банковской системы мира, по сути, не более 5 лет, чтобы они приступили к внедрению уже. Потому что первые 5 лет будет ускоритель, по сути, создаваться, а потом внедряться в планетарном масштабе. Они, в отличие от вас, тупые. Вы сразу смотрели схемы развития. Они только увидели, что Богомоловский ускоритель обнуляет авианосный флот штатов. Сразу же все запретили. Богомолова убили. Меня уволили из института. Сейчас там арт-отель Москва. Это улица Космонавта, Волково-6. Можете посмотреть недалеко от метро «Сокол», между «Соколом» и Войковской. Можете просто посмотреть в интернете. Арт-отель Москва. Там есть даже фотография моего кабинета. Так у вашей книги есть, я посмотрел. А, ну да, я в книжке съесть. Да, да, да. То есть эти кошельки, они же жутко тупые. Конечно, если бы они дали это внедрить, им бы легче можно было остаться. Все равно бы изменения произошли. Потому что все люди стали жить гораздо лучше. И ведь все определяется численностью населения. При современных технологиях максимум, что Земля выдерживает, от 9 миллиардов человек. А цифру 8 мы уже переступили. А если вы абсолютно чистые технологии внедрите, не будете лес рубить, кислорода не будет, климат меняться, то гораздо больше может быть людей. И за этот период вы сможете и космическую энергетику создать, и резко продвинуться в исследовании иррациональных основ мироздания. В иррациональном возможно все. Мы просто должны все это понять. Я извиняюсь, можно я один вопрос задам? Да, да, да. Я знаю, что самоорганизация природы, она в конечном счете пришла в эволюцию и развитие человечества к саморегуляции человека. И мне интересно, вот этот рок событий вселенского масштаба, вот этот вселенский поток, рок событий, вселенский поток, он приводит вообще-то к положительному решению? Или есть такие ситуации, когда человечество само себя уничтожит и безвозвратно? И вот сейчас наступил момент бифоркации, когда мы должны люди подключаться, 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 для того, чтобы поправить момент, чтобы не попали в необратимость. Нет, нет, нет. Я просто сразу же поясню. Принципиально разум уничтожен быть не может, потому что мир создан разумом. Высший разум – это и есть результат развития разума человека за все время его существования. Поэтому никакой точки бифоркации. Есть точка уничтожения элементарной, элитарной организации общества. Вот что. Потому что выборки должны производиться из всего массива. Вы не знаете, кому в голову придет самая светлая мысль на следующем этапе. Как, например, я в книге привожу пример слугу Фарадея. Кто бы когда сказал, что именно он обеспечит нам и свет, и тепло, и все. Никто бы никогда не сказал. Поэтому вы не знаете, где эта флуктуация. Поэтому все люди должны нормально жить. А раз мир создан, значит, уничтожен разум быть не может. Но при такой позиции чисто с психологической точки зрения все успокоятся, думая, что кто-то там высветится и что-то сделает. А мы хотим привлечь людей, чтобы они сегодня все образумились и начали это делать. Их сначала надо увести из технологического этапа. То есть от царя земного. То есть от правления денег. И они сразу начнут все заниматься делом. Я вот был в израильских кибуцах. Там каждый делает свое дело. Интересно. И никаких проблем. Когда нас по линии Чернобыля туда возили, то нас возили и на экскурсии в Кибуц. Там все люди работают. Никаких денег внутри. Каждый делает свое. И все нормально. Им деньги дают только, когда они на улицу выходят. Там, кстати, к ним очень часто приезжают европейцы, американцы, чтобы пожить там. Потому что очень хорошая, благоприятная атмосфера. Большая территория, чистая, зеленая. Никаких проблем. Захотели – пошли покушали. Захотели – спать. И вы никого не сможете там обмануть. Там коллектив. Все на виду друг у друга. Там ничего не украдешь. Вот как общество должно жить. А это можно в большом масштабе так сделать, да? Естественно. Будут коллективы отдельные. Они будут работать. Почему я к Ельцину относился нормально? Потому что он же предложил ликвидировать партию и выборность всех хозяйственных руководителей. Коллектив должен назначать. Если коллектив работает, вы единственное, кого не можете обмануть и вылезать в задницу – это коллективу. Я это вот у себя на работе внедрял. В общем, просто. Что Ленин говорил – вся власть советом. Советы. Ну, не важно, как называть. Советы, коллективы – это советоваться нечего. Надо просто работать, да и все. И я зарплаты не мог назначать, а я премию ребятам давал делить сам. Говорю, вот как. Поэтому мне никто задницу не лизал. Они сами сначала были мордобои, а потом работали идеально. Мне пальцем не надо было шевелить. Все очень просто. И Ельцин именно это предложил. Ликвидировать партию, которая сгнила, и выборность хозяйственных руководителей. Мне тогда из института постоянно звонили. «Приходи, мы тебя выберем директором». Поэтому все крайне просто. И верхушка испугалась, что они все завтра. И об этом даже никто не вспоминает. Вот что замечательно. Так это же не было внедрено, получается? Конечно. Естественно. Вся верхушка испугалась, потому что никто из них бы не был избран. Какая демократия? Какого черта? Кому она нужна? Люди в коллективе должны сами решать все свои проблемы. Все. А лучше всех распределение, какому коллективу сколько на конкретную работу, это лучше всех сделает сегодня компьютер. Зачем вам начальник, который вообще ничего не соображает? А план развития страны кто должен делать? Естественно, компьютер. Материального развития все делают. Это уже не страны. Все дело в том, что безалитарные системы в авражеском окружении существовать не могут. Там обязательно нужна тирания, которая противостояла, как был Советский Союз. А как только Запад будет уничтожен, начнет внедряться эта система. Потому что обычным людям воюют только начальники, чтобы под себя побольше собрать дерьма. А обычные люди, что им воевать? Они живут нормально и все. Когда мы говорили про иудаизм и национальности, имелось в виду, что евреи – это одно, а иудаизм – это другое. Вот сейчас, когда говорим про Запад, должен быть уничтожен. Тоже надо дифференцировать. Что Запад не имеется в виду, все западные люди, которые живут на Западе? Нет, конечно. Вот надо вот так людям дообъяснять. Вот я пытаюсь по этому, как… Западные социальные системы, которые паразитируют на всем остальном мире. То есть должен быть уничтожен иудаизм. Не евреи, а иудаизм. Деньги под процент. Деньги под процент должны быть уничтожены. Расставщичество должно быть уничтожено. А? Расставщичество должно быть уничтожено, да? Да все, собственность. А как же тогда квартира, например, у человека есть, где он с детьми живет, с женой живет? Ну, очень просто. Причем, когда мы в Советском Союзе жили, кто говорил о собственности квартиры? Это пришел Чубай, стал лапшу вверх на уши. А мы жили и жили. Никто даже не думал. Собственность она или не собственность. Понятно. С этой точки зрения понятно. Конечно. Это уже… Вот я считаю, что очень хорошо, что мы сегодня начинаем разжевывать вашу точку зрения. разжевывать. Потому что очень много людей просто не понимают. Когда вы говорите иудаизм, они думают, что вы против евреев. Нет, я всегда это объясняю, подчеркиваю. Потому что Маркс был евреем. Ландау был евреем. Возьмите иудеи. Ну, конечно. Я всегда говорю, ведь Иисус не спрашивал паспорт, когда пинком под зад выгонял. Да. И вот про западный мир… По делам их узнаете и однозначно сказано. Да. И про западный мир тоже сегодня немножко у меня лично в голове проясняется, что вы имеете в виду не людей, которые живут в Америке там или где-то… Да нет, конечно. Конечно. Продающих и покупающих. А, и компьютера, Наташа, подсказывает. Компьютера все боятся. Вдруг компьютер ошибочно примет решение в планировании. Ну, вот как в американских фильмах часто любят это показывать, что компьютер уничтожил человечество фантастически. Они поэтому и показывают эти фильмы, что парить могли. Можно было… Можно же поставить не один компьютер, а несколько и просто проверять по результатам и смотреть, ошибся или нет. Это все дребедель. А главное во главе – посадить Наташку. Да. Наташка меня заставила картину дописать. Видите, какая хорошая стала картина. Ну, меня стало похоже. Да. Игорь Николаевич, у вас еще терпение есть выслушать вопросы? Да, Вадим. Пожалуйста. У меня еще несколько вопросов. Если вы не против и не устали, я бы, конечно, хотел бы задать. Пожалуйста, пожалуйста. Возвращаемся к вашей книге «Видение философии и насильственного развития», которую я с удовольствием почитал. Много что для себя, как говорится, в мозаика собралось еще больше. Вот как человечество должно развиться до потенциала разума-создателя? Все-таки в механизмах. Вот мы есть люди-носители частички разума. И каким образом мы должны до потенциала создателя разума дойти, чтобы начать, как вы в книге пишете, что развитие иррациональной составляющей, скажем так, развития общества, за которым, как в книге вы поясняете, будущее? Значит, в каких формах будет существовать высший разум, это мы должны еще постичь и понять. Раньше это была Александрийская библиотека, потом это, значит, у нас Ленинская библиотека, где можно было пойти и все, что люди знали, там прочесть. Сейчас это переходит во всякие компьютерные системы глобальные. И в каком виде, как это будет трансформироваться, это пока неизвестно. Это нам предстоит узнать. Каким образом мы перейдем вот в иррациональную сферу, это нам предстоит еще только узнать. А что значит иррациональное? Вот я бы тоже хотел для себя понять. Вот рациональное, когда логические причины, следственные связи, а иррациональное, это что значит? Иррациональное, это означает то, что данная система не имеет метрики. Вот в рациональном мире все вы можете посчитать, измерить и так далее. А в рациональном там метрики нет. И там существуют только объекты с бесконечной мощностью. В теории множество так называются. Бурбаки, да. Ну, у меня в книжке написано, то есть, живое – это иррациональный объект, заполненный рациональными построениями. Вот что я всегда говорю, что самый интересный момент в жизни человека – это момент его смерти, потому что он перемещается в другой мир. И этот процесс в скором времени будет управляемым, когда мы поймем, что это такое и так. Потому что сейчас люди живут, потому что если бы не было перехода в иную суть, тогда действительно надо просто покажи, воруй сколько можешь, чем больше, тем лучше тебе. А на самом деле это не так. Очень интересная позиция, очень интересная. Да она не интересная, она правильная. Ну, мы-то полагаем, как материалисты, что человеческое тело распадется на атомы, потом перейдет в другую форму. Типа дерево вырастет из почвы и так далее, что это идет какая-то циркуляция. Нет, вам-то еще до того. Вы-то человек, у вас есть разум. Так. И если, так сказать, все это кончается в момент смерти, тогда, естественно, воруйте, чем больше, тем лучше. А на самом деле это не так. Ну, как, например, человек может перейти в другой мир, имеется в виду на атомы, атомы России? Этого мы еще не знаем. А, мы не знаем. Поэтому есть вера, да? Вот вера. Это факт, поскольку основной факт заключается в том, что мир был создан разумом. У меня в книжке эта теорема доказана строго. Ну, как же представляет себе вот эту бесконечность по-своему? Правильно, мы этого пока не знаем. И чем больше люди пытаются это представить, тем скорее мы это поймем. Чем больше народу будет на этом думать, тем быстрее мы это поймем. Ну, церковь по-разному тоже. И кто первое это поймет? Ну, это древние Индии давно поняли. Брахман, Атман, Атман есть Брахман, и нет ничего больше Брахмана, и нет ничего красивее Брахмана. Но красивее Брахмана махат, то есть законы природы. Вот это безвремение, вот это бесконечность, вот это вот вездесущность. Это не как большой человек на облаке сидит и повелевает, а это именно, вот это именно вечность. Вот это вот вселенская безмерность, бездонность. Вот это же и есть человек. Трудно это описать, я не могу так вот четко сформулировать в понятном. Поэтому об этом говорят только стихами, пишут только кисточкой, танцуют. Нет, сейчас уже очень много конкретно думают. Вот пример, пожалуйста, скажите, вот как конкретно думать о вечности, о безмерности, о безвремении? Ну, это долго говорить, откройте теорию множества, там все написано. Поэтому я говорю, что теорию множества надо преподавать со школы. Ну да, но это же математика, у нас же нет. Математика, а математика моделирует все абсолютно. У нас же не у всех есть. Конкретные формы будут выяснены, а в самом общем виде там описано все. Как все, с чем соотносится. Понятно, понятно. Тогда нам надо изучить сначала основы математики, потом приступать к теории множества. Потому что мы же, я лично больше тяготею к художественным искусствам. Да нет, это каждый должен заниматься своим делом. Потому что где наступит просветление, этого не знает никто заранее. Вадим, какие вопросы? Тот же, этот, слуга Фарадея, я всегда говорю, он же не был там суперученым. А именно он открыл электродинамику. Ну, вопрос-то в том, что яблоко тоже падало у всех, но только Ньютон открыл. Потому что надо быть готовым увидеть. Нет, Ньютон-то был образован весьма. А слуга Фарадея абсолютно не знал ничего. А тем не менее, он все открыл. Наблюдение наблюдательное. А? Вот это наблюдение, говорит Вадим. Наблюдательность хорошая. Да. Вот этого оказалось в данном случае достаточно. Это очень интересный вопрос. Я знаю, что многие люди, которые постоянно занимаются самонаблюдением, и когда им никто не мешает понять, почему он такой сон сегодня увидел, а в другой раз другой сон увидел, в конечном счете начинают осознавать себя и делают ту же работу, о которой говорил Фрейд. Просто он наблюдает других людей, занимаясь гипнозом, изучал. А эти люди самонаблюдением занимаются, самосознание у себя выращивают. Просто надо для этого иногда выходить из ситуации доминированности, задействованности, снять стресс, снять страх, выйти из шаблонов мышления, выйти на состояние безмятежности. И вот там, вот это вселенское состояние бесконечности, состояние безвремения, покоя. И там ты начинаешь как бы со стороны видеть вещи, когда ты начинаешь понимать, что и как устроено. Поэтому Будда создал подход о нирване. Нирвана – это когда как раз-таки нет страха, нет шаблонов мышления, есть безмятежность душевная. Когда твое внимание стало максимально широким. И ты не зафиксирован на чем-то, где работает твой рефлекс. Ты вышел из эго. И дал путь, медитация. Ну, медитативный путь – это… Вот ученый человек, когда сильно сосредоточен на решении какого-то вопроса, он туда и входит. Сильная сосредоточенность на чем-то выводит его за рамки вот той системы координат, которая находится, и соприкасается, он соприкасается с вечности. Оттуда черпаются мысли новые, потому что разрываются шаблоны. Но я не буду долго заполнять время вот этими рассуждениями. Вадим, у вас есть какой-то вопрос, Игорь? Да, да, я бы с удовольствием еще задал. Да, пожалуйста, говорите. Игорь Николаевич, у меня теперь вопрос, связанный с Евангелией. Вот у нас в Коране оно подтверждено, первое неспослание Торы, потом Евангелие, потом, когда переписали то и другое. Вот как у нас в Коране написано, отправлено Коран в качестве назидания. Вот я бы хотел у вас спросить вот о чем. Небольшое предусловие, что вот я Коран читал много раз, естественно, разных авторов, чтобы не попасть в однобокость перевода того или иного автора. Сказал очень много вопросов, в том числе на значение жизни человека. Зачем создан человек? Там вообще вот цель человека, отношения общественные, как должно быть общество устроено. Там много ответов, даже большую статью написал, где сто с лишним вопросов. Словно говоря, задаю себе вопрос, и в Коране нахожу ответ, соответственно, вот в уписке ответа. Коран — это что такое? Это книга, состоящая из 114 глав. Главы эти называются суры. И, соответственно, там есть аят. Аят — это абзац или стих по-русски. Соответственно, там ответ на тот вопрос, который я вот нахожу, и ставлю там вопрос-ответ, вопрос-ответ. И в том числе в этом Коране у нас написано, что Всевышний, тот, кто сотворил смерть и жизни, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяни будут лучше. Он могущественный, прощающий, создатель всего и вся, свидетель всякой вещи. То есть назначение человека как носителя смерти и жизни, жизни и смерти — это в конечном счёте, чьи деяни будут лучше для общества. В конечном счёте. Это у нас сура 67, глава 67, аят 2 или стих 2. С этой точки зрения, в чём, после прочтения вами Евангелии, насколько я понимаю, вы читали все четыре, за исключением Евангелии от Иисуса, которую вы точно не читали. Мне вот знакомый недавно отправил, я её вообще не читал. И в чём назначение человека с точки зрения Евангелии? Вот что там написано? Это первый вопрос. Второй вопрос. Читали ли вы Коран для сравнения с Евангелией? Если да, то ваше видение, в чём общее различие в исламе, в христианстве? Это второй вопрос. И третий вопрос. Для вас, лично как человека, создатель, Бог, творец, он единственный? Один или Ильин? Пожалуйста, если можете. Значит, основной момент, который является ответом на все вопросы, это в момент восстановления общества ему было предложено два пути. Выбрать царя земного или царя небесного. Евреи, как известно, избрали царя земного. И они обеспечили, и которые последовали за ними, технологический этап развития общества. Который хорошо описан в вашей книге. Да. А христианство и ислам избрали царя небесного. Поэтому фундамент один и тот же. Различия. Я подробно не читал, естественно, Коран. Для меня хватило вот этой строчки одной. Потому что всё остальное на технологическом этапе развития основной задачей ислама и христианства, а не западного, а истинного, российского, было сохранение человечества, численности людей. А это процедуры и, так сказать, манипуляции, они зависят сильно от условий. Самым важным фактором является то, что у этих двух религий один фундамент. А как они выживали и проходили вот этот период технологического развития, это уже второй вопрос, который надо досконально изучать. Вот в чём. А так это по существу, поскольку в фундаменте лежит одно и то же, в будущем это одна религия. Поэтому я всегда говорю, что Ближний Восток с Россией должен объединиться. И делаю все усилия в этом направлении. То есть решение задач энергетических, потому что, понимаете, если Китай будет однозначно доминировать, то этот переход будет очень болезненным. А если при этом Ближний Восток объединится с Россией, тогда всё будет сбалансировано, быстро развиваться и без лишней крови. Вот в чём задача сегодняшнего дня. Вот, Игорь Николаевич, как Вы посмотрите на это, что мне тоже интуитивно так кажется, что религии почему со временем вот так вот сначала иудаизм, потом христианство, потом ислам. Ислам. Вот что лежит в основе? Мне показалось, что в основе лежит сокращение, как говорится, вот рукопомощи, чтобы она менее и менее стоила. Потому что вот в иудаизме человек человеку помог, например, вот Ближний кто для него, это свои, а все не свои, это уже не Ближний. И там идёт расставщичество. Он помог, а потом дальше заплати за это. И попал в зависимость. И вот потом Христос пришёл, всех этих коммерсантов разогнал. А потом, значит, в исламе вообще нет никакого расставщичества, вообще никакого. Если ты берёшь суду в банке, ты становишься ему партнёром. Поэтому уменьшение цены помощи развивает вот это, почему возникли эти разные религии. Самый последний ислам, там вообще нету цены помощи, то есть там нет кредита. Если позволите, после Игоря Николаевича я добавлю немножко в своё. Пожалуйста, Игорь Николаевич, если... Мне ответить? А если вы считаете, нужно ответить и отвечать, если нет, я хотел бы добавить. Я свою тему потяжу сказал. Я не знаю, как это или нет, но я... Нет, я ещё раз повторю. Я, в общем-то, уже на этот вопрос ответил. Он заключается в том, что на первом этапе развития разума, на технологическом, когда человек хотел пересесть с лошади, в телегу, с телеги, в машину, с машины на самолёт, рентабельны были богатые, потому что благодаря их желанию проходило развитие. Это очень интересно, я вам хочу сказать. Давайте мы ещё одну сделаем на эту тему, потому что это очень тонкие вещи, которые вот при таком... А потом, когда... Когда материальный мир нам отдал всё, богатые стали нерентабельны. Раньше был форт, который... Либо те, которые... Масса народу, которые делали свет и так далее. Но они же нужны были, оказывается, да? На том периоде, я это тысячу раз говорил уже. Вот-вот-вот. Нужны были. Да, вот это вот... Что на этапе каком-то... Всё было не просто случайно с потолка, всё это расписано в мировом сценарии. Отлично, отлично. А сейчас, когда мы, так сказать, материалистические основы мира познали, богатые стали просто нерентабельны. Что они сейчас делают? Тик-Ток делают? Или ещё какой-нибудь дребедень? На определённом, как я понял, на определённом этапе развития цивилизации и богатые были нужны. Вот так. Да так нет. Я с этого начал. Вы так говорите, ну люди-то воспитаны. Я родился в Советском Союзе, я родился в социализме. У меня такое мышление, что богатые всегда плохо. Да ничего подобного. Это штамп такой. Если бы было всегда плохо, их бы не было. Потому что сценарий писал высший разум. Вы все заштампованы своим... Люди должны понимать простую вещь. Почему Черчилль правильно сказал, что демократия – это стадо идиотов под управлением подонков. Потому что говорят, что человек всё-то сам должен придумать. Надо познать законы мира и по ним жить. И не валять дурака. Тогда будет минимальное количество крови. Игорь Николаевич, я вам хочу сказать, что мы все воспитывались в школе. И все воспитывались в своё время, на своей стадии развития той или иной общести. Когда я, например, воспитывался, мне сейчас 73 года. Когда я учился в школе, я знал, непрекословно знал, что богатые – это плохо. А люди, которые сотрудничают одинаково и все в социальных условиях – это хорошо. Ну нет, но я поэтому... Теперь я в 73 года узнаю, что богатые на какой-то стадии двигали прогресс. Ну, естественно. Ну так для вас, естественно. Я хочу как психолог сказать, что то, что самоочевидно кому-то, это вовсе не самоочевидно всем. Поэтому мы и встречаемся, чтобы раскрывать, раскрывать, раскрывать и доводить до каждого те понятия простые, которые для вас, для гениального человека давно поняты. Мы же каждый своим делом занимаемся. Каждый гений на своём месте. Вы мыслитель. Вы мыслитель. Для вас это стало понятным. Другой человек другим делом занимается. Он там молодец. Он там понимает. А его не понимают, потому что он там понимает. Каждый хорош на своём месте. Вы на своём месте, как физик-ядерщик, на прекрасном месте. И вы поэтому лучше всех других понимаете, что надо делать. А мы, обычные люди, в данном случае, консолидируемся, чтобы донести то, что вы понимаете, до всех и каждого, чтобы они тоже понимали. Потому что если бы все понимали Пушкина сразу, так и проблем бы не было. Пушкина тоже не сразу поняли. Хотя... Державин его сразу понял. Ну, Державин-то сразу понял. Не все же, я знаю, одна дама... Когда он прочёл воспоминания в царском селе, я всегда поражался, как выпускник лицея мог написать такую вообще вещь. Я просто обалдевал. И Державин обалдел. Ну, это я понимаю. Это люди, люди, которые мыслищие... Одна дама написала в своём дневнике после посещения Пушкина. Какой он этот скучный, Пушкин. Ну, потому что зависит же от того, чем человек занят, на что его внимание... Может быть, она от него чего-нибудь другого хотела. Ну, наверное, да. Наташа, говори свой вопрос. Я чуть-чуть вопрос уже не забыла. А, я хотела спросить, почему Китай не может обеспечить бескровного перехода, а только Россия с западным... с востоком ближним, если... Китай же тоже с восточной философией. Ну, Россия и Ближний Восток могут обеспечить бескровный путь. А что не так с Китаем? Почему он не может... Потому что в Китае полтора миллиарда человек, а сейчас дефицит энергетический. И поэтому он, естественно, в первую очередь потянет на себя все. Потому что... Мне американцы... Я в Штатах много раз был. Они мне всегда говорили, когда миллиард китайцев сядут в автомобили, то на этой земле все прекратится. Вы знаете, что я скажу вам? Сейчас мне пришла такая догадка, мысль такая. Вот то, чем мы сейчас занимаемся, это модель института просвещения. О чем думает физик-ядерщик Срецов? Потому что так получилось, что ядерная физика сегодня оказалась... Так как она связана с энергетикой, троигольным камнем, осилком, о которой спотыкается человечество. Поэтому это неплохо, то, что именно у нас образовалась такая ячейка, такой институт, такая модель отношений, где мы выясняем, что вы думаете по этому поводу. Если вопрос есть сейчас, задайте, пожалуйста. Потому что я хочу сказать, давайте мы на следующий раз тоже оставим наши вопросы, чтобы люди все больше и больше просвещались, просвещались в пониманиях Игоря Николаевича. Если можно, я небольшое уточнение хотел добавить, если возможно, если не устали. Если устали, то мы можем положить. Пожалуйста. Давай, давай, давай. Вот по поводу расставсичества судного процента, ну, естественно, в Коране запрещен, но так как наш пророк последний после Иисуса, он тоже наш пророк, мир ему, Мухаммед, он был безграмотный, он не умел ни читать, ни писать, а ему не спосылалось. Запрещает заниматься лихаестом. Не только брать, но еще давать под процент. Единственное исключение – это спасение жизни. То есть это лечение, по сути, единственный кровь – это единственное жилье, и источник пропитания, еда, что приравнивается к жизни. Вот это, да, исключение. Остальное все запрет. Я задавался вопросом, почему? И ответ оказался очень простым. Вот на примере, вот открытие какого-то там цеха, допустим, хлебобулочный завод, стоит там миллион, да, и 50 тысяч банок хлеба, соответственно, выпускает в год. Миллион 50 тысяч – это 20 рублей себестоимость. В случае кредита – это 22. Во всех религиях написано «не воруй». Получается, что в случае кредита, а если деньги есть, они есть. Если денег нет, их вообще нет ни под какой процент. Это нужно понимать. Вот, соответственно, в случае привлечения кредита, вот этот владелец непосредственно предприятия плюс банковская система, они делают беднее каждого члена общества, который покупает хлеб, на разницу между бескредитным хлебом и кредитным. То есть воруют у населения. А воровство запрещено и в Евангелии, и в Тории, и в Коране. И поэтому тем, которым занимается лихаимство, по крайней мере в Коране, как там написано, если вы прекратите этим заниматься, после того, как вам стало известно об этом, не занимайтесь этим, только ради спасения жизни, лечения условно говоря. И источник попитания. Ну, единственное, кровь, если ее жилья нет. В остальных случаях запрет. Получается, когда используем вот этот судный процент без необходимости спасения жизни, мы обворовываем население, все те, которые берут кредит без надобности для спасения жизни, все участвуют в том, что все становится дороже для всех, и мы делаем беднее каждого из этих членов семьи, вот этого общества, тем самым обворовываем. А воровство, извините, грех везде. Собственно, короткое объяснение, почему обеспечен ад. Почему? Потому что он делает хорошо банкиру и, собственно, членам семьи вот этого хлеббулочного завода. Это там 10 человек, 20. А плохо-то делает он скольким? Просто элементарная математика. 10 человек. Хорошо? 50 тысяч человек, так как продалось 50 тысяч хлебов, плохо. Вот в Коране написано, что у каждого человека вот на шее при рождении вешается книга деяний. Справа-слева записывает ангелы туда все, абсолютно все подряд. Если верить, что есть создатель, творец, и верим дальше уже в ангелов, как написано в Коране, там писание, пророков, и в это тоже должны поверить. А если так поверить, получается, использование лихаимства приводит к тому, что человек, который это привлекает ради чисто разбогатения, а не для того, чтобы спасать жизнь, он способствует к обворовыванию вообще населения всего. И тем самым миллионы плохих дел себе записывает, и 10-15 хороших дел. А там написано, чем больше хороших дел, и, соответственно, книга деяния будет вручена правой рукой. Тогда путевка, условно говоря, в рай. Но я хотел небольшое такое уточнение делать, почему в Коране просто императивно запрет, а так как пророк Мухаммед Мирим, он был безграмотным, он не умел ни читать, ни писать, тем более не понимал проценты. Естественно. Вот сейчас все грамотные, там в школе уже проходит, там не помню, как он класс. Я прошу извинения, врач имеет право брать деньги по Корану или нет? Для лечения пациента? Для лечения пациента, для спасения жизни, да. Сейчас, секунду. Больной человек не имеет денег никаких, допустим, и если он не даст деньги, врач его не будет лечить? А клятва Гиппократ? А тут вопрос такой, может ли в принципе вот этот врач лечить без денег? Если он не может, тогда на нем греха нет. А если он может, но ради, скажем так, дополнительно просит, давай-ка ты меня отблагодари дополнительно. Это уже другой вопрос. Это уже получается, что он может? Требует, требует нашего рассуждения с Игорем Николаевичем. Да-да-да, я, извините, вот хотел добавить, уточнить вот этот пункт с точки зрения Корана. Вот как я его воспринимаю и почему этот запрет в Коране есть. Те люди, которые читали вот Евангелию, вот тот же Хазин, экономист, вот он говорит, что читал Евангелию, которую как-то он нашел. Там вообще, говорит, тоже был запрет. Но собрались там священные люди, ну не священные, а попы вот эти. В общем, проголосовали, разрешили, что деньги под процент можно давать и брать. Но это другой вопрос. Но так я с точки зрения Корана хотел пояснить, почему это запрещено и это связать вот с книгодеяний. И тогда становится все понятно, почему обещан тому человеку, который берет непосредственно деньги под процент для того, чтобы разбогатеть еще больше, а не для того, чтобы спасти жизнь или там единственное жилье, единственный источник пропитания. Это вот почему пояснение обоснования, почему это так. Это с точки зрения моего восприятия. Там не написано почему. Там обеспечен акт. С точки зрения вашего восприятия, я святой человек, потому что я провожу регулярные бесплатные ликбезы. Я пошутил. Я хочу... Вы меня извините, что если я что-то не так сказал, просто хотел все правильно. Мы же работаем для того, чтобы больше людей поняли, о чем речь идет. И вот и вопросы, и комментарии. Игорь Николаевич, огромное вам спасибо. Хватит ли у вас времени и терпения, чтобы вы еще раз с нами встретились в будущем? Да ради Бога, в любое время. Потому что там есть люди, которые тоже хотят задать вопросы. Ну, как, конечно, у Вадима полно вопросов, которые он не все еще задал. Хорошо. Хорошо. Игорь Николаевич, я вам желаю здравия, конечно же. И самое главное, увидеть внедрение ЯРТ в жизни, потому что это не только для вас и для меня, и для Хасая Магомедовича. Это для всех нас, это все должны понимать. Поглаваю, чтобы вы в жизни это увидели. Ну, мы поставим ваше письмо еще раз под роликом, да, чтобы каждый, кто захочет понять еще раз, что от того, как сейчас решится вопрос, зависит от того, будет завтра лампочка гореть, и не только свет снаружи, но и лампочка у нас в голове. Вот поэтому очень сейчас важный момент. Поэтому мы опять поставим письмо Игоря Николаевича, обращенное к администрации президента, к президенту. Берите, читайте, подписывайте, друзья. чтобы, вопрос этот, да будет свет, чтобы на самом деле был свет. Ну, мое письмо тоже можно приложить в виде шаблона, если кто-то хочет, может от своего имени тоже самое отправить и все, если кто хочет. Тоже можно. А вы, Вадим Игорь Николаевич, вот это Евангелие, пришлите, пожалуйста, которое от Христа вы говорите, есть. Обязательно, обязательно. Спасибо. Спасибо вас. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.